Пока что в ледяном очертании сложно разглядеть персонажей русской народной сказки. Но совсем скоро горожане без труда узнают в них лесу и колобка. Подготовка к их созданию началась с макетов и поиска подрядчика. 2,2 миллиона рублей. Второй аукцион – это новогодние ледовые городки в поселках Копейского городского округа. Всего будет встроено 8 ледовых городков. Каждый из них в себя будет включать фигуру Детмороз-Снегурочка, цифры 20-21, лабиринт, горка. И будет установлена ель на каждом городке. Подрядчика здесь у ангара, Копейская организация, сумма контракта – 1 миллион рублей. 300 кубометров льда вырезали с песочного карьера, а затем заготовки для будущих фигур разгрузили в городе и поселках. Очертания персонажей скульпторы формируют с помощью электропилы. Мы просто смотрим на картинку и уже начинаем рисовать. Потом делаем контуры, лишние убираем, лед отрезаем, начинаем формировать фигуру. Ну и уже проработка идет. Зайчики, белочки, то есть все для детей. Все так баба-яга. Кащей бессмертный. Ну все такой сказочный персонаж в основном. Все знакомое до боли. Строительство ледового городка для Кайпичан не осталось незамеченным. Я живу в этом доме, у меня видать. Вчера увидела, машина стоит, говорю, о, лед будут возить или елку привезут. Скорее всего, говорю, сначала лед привезут. Точно, вчера смотрю, вечером уже лед выгружают. Как-то один год тут рыбки были, я сфотографировала, вот, ну прямо рыбка такая красивая. Здесь машина стоит большая, некая опасность присутствует при прогулке с ребенком. Все-таки внутри каждого из нас живет тот самый маленький ребенок, который каждый год начинает ждать этой суматохи новогодней, предновогодней. Ну и, собственно говоря, когда начинается работа по разгрузке льдин, внутри появляется такой трепет, приятный трепет. Скоро, значит, скоро уже здесь появится новогодний городок, который ежегодно здесь появляется. Случайно просто проходили, мы не думали, что сегодня будет именно разгрузка льда, поэтому, ну, ребенку интересно стало, подошли, посмотрели. В среднем сказочного персонажа скульптор может сделать за одну смену. Всего будет 22 ледяных объекта. Одни из самых детализированных – Дед Мороз и Снегурочка. Это всегда был Дед Мороз и Снегурочка. Она более объемная, сама по себе она высокая, проработка, чтобы проработать мелкую деталь, деталь, ну, детали мелкие проработать, еще используется уголок, да, чтобы можно делать геометрию, ну, и так разукрасить фигуру, чтобы она более, ну, красиво смотрелась. Я каждый год вижу здесь Дед Мороза, вот где-то там стоит, и Снегурочку. Еще в прошлом году я видела трон около фонтана. А в этом году что в первую очередь хочешь фигуру видеть? Ну, так как год быка будет, то я уверена, что будет бык где-то. Главный ледовый городок Копейска в этом году будет больше обычного, наполнен иллюминацией, а завершить его специалисты планируют к 25 декабря. Продолжение следует...